Продолжение следует... У каждого учащегося принимается внимание, делается все для того, чтобы преодолеть их. Наше занятие мы начинаем с небольшой разминки монологической или диалогической речи. Цель такого задания не просто разогреть и подготовить студентов к предстоящему уроку, но и научить их быстро реагировать на вопросы и давать конструктивные обоснованные ответы. У нас есть такое качество, и это очень важное для брендов, поэтому если это не уник, но у высокого качества, то это будет еще не успешно. Это может быть успешно, но не успешно, но в модернных технологиях, это может быть успешно, но не успешно, потому что люди не всегда ставят внимание на качество, и это лучше для них, чтобы купить продукты, которые более популярны, а не более популярны, чем играть. Они играют с этим, поэтому пытаются админировать эту человеку, так как люди хотят его или его быть. Начиная новую тему, я сначала пытаюсь узнать, какие знания уже есть у учеников. Мы пытаемся провести параллели с другими школьными предметами и взять примеры из жизни. В продолжении мы читаем тексты, которые написаны топ-менеджерами и экономистами, проводим аудирование и смотрим видеопрезентации экспертов, а также читаем статьи в бизнес-газетах и журналах. В качестве домашнего задания ребята получают тесты. Они составлены таким образом, чтобы помочь не только привыкнуть к формату экзамена, но и запомнить экзаменационный текст лучше. На первых занятиях нашего курса мы прорабатывали написание эссе. Каждую неделю студенты должны писать как минимум пары эссе. Они также получают задания для увеличения экологического запаса и отработки структуры эссе. И это еще не все. На уроках мы анализируем конкретные случаи из мира бизнеса, проводим ролевые игры и анализируем российский стартап. В качестве финального задания ребята готовят портфолио со своей собственной фирмой, в котором принимают внимание весь пройденный материал. Ребята также имеют возможность пообщаться с нашими иностранными гостями. Сейчас, например, если вы английский и вы хотите уходить в школу, и вы приходите из плохой семьи, то это почти не возможно, чтобы уходить в университет. Потому что деньги сейчас около 4 тысяч рублей в год. Так что я не могу это сделать. Это очень дорого, если вы не хотите уходить. Но в Скотландии, я думаю, это лучше в Скотландии. В один из таких визитов наш гость из Шотландии помог нам обсудить тему межнациональных корпораций, как управлять людьми разных национальностей с различными культурными особенностями и менталитетами. Сегодня и в последующей неделе мы ждем других иностранных гостей, которые помогут нам обсудить и другие не менее важные для экзамена темы. В целом, такой курс является очень интенсивным. Ребятам приходится не только интенсивно работать на самом занятии, но и наполнять большой объем домашнего задания. При этом есть возможность не только подготовиться к экзаменам, но и научиться другим полезным для жизни вещам. Таким, как управление своим собственным временем, бизнес-этикету, навыкам общения с людьми других культур и эффективному диалогу. Почему ты пришла в Центр Инициативы? У этого Центра очень хорошая репутация, и поэтому мы выправляем с зрителями 3D-списка остальных образовательных центров, чем понравился тебе этот Центр? Мне нравится методика преподавания, а также то, как учителя преподносят нам информацию на занятиях. И также мне нравится то, что каждый преподаватель находит свой подход индивидуально к каждому ученику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова